Расскажи, пожалуйста, каким образом ты здесь оказалась, как это связано с этой землей, что тебя привело сюда сегодня? Я родилась в Чувашии, но уже 14 лет живу в Германии. И я приезжаю каждый год в Чувашию, на свою родину, к твоей маме. И добираюсь большим позитивом. А что тебя тянет? Что тоска? Ну, родина есть родина. Здесь отдыхаешь, эмоционально, энергетически. Приезжаешь и с новыми силами начинаешь добиваться высоких высот, скажем так. Да-да-да. Ну вот, слышу, это понятно, но ты в этот раз приехала с детьми, да? Я с дочерью приехала, да. Мы сейчас как раз попали на праздник в Мышкосах на Петровку. И моя дочь первый раз увидела, как чувашский народ отмечает Петровку. И вообще, я пытаюсь ей рассказать, что она наполовину немку, наполовину чувашка. И что ей нужно знать чувашские традиции. И вот сегодня она видела, как дети танцевали, как празднуют этот праздник, что делают, что режут хлеб, едят сыр. Для тебя это важно? Конечно, потому что для немцев мы все русские. Но, когда я им рассказываю, что Россия огромная страна, и она состоит из различных республик, и на Волге живут, такой народ живет чуваши, и что у нас язык похож на татарский, казахский и турецкий, они очень внимательно слушают, им очень-очень интересно. Я говорю, что мы, у нас в нашем алфавите есть немецкие буквы, и им очень это нравится. Они еще больше слушают, они хотят сюда приехать, многие посмотреть, что это такое чуваши. И мы говорим, что мы всегда варили пиво, как и немцы, что это очень льстит. И что мы немного другие, скажем так. И им это очень нравится, нравится со мной общаться и слушать именно истории про чувашский народ и вообще про народности России. Это очень интересная тема. Это даже, на самом деле, очень выгодно приезжать в другие страны и говорить не только о большой стране, но и говорить об истории малых народов. Конечно. И это очень выгодно с точки зрения, никогда не найдешь столько внимательных слушателей, как зарубежных людей. Они его как-то по-другому воспринимают, им вот эти тонкости или ценности они очень тонко чувствуют. Ну, особенно немцы, потому что у них очень, они ценят традиции, особенно как они Рождество отмечают. Это очень большой праздник, они начинают его с 1 декабря отмечать. И для них обычаи и традиции это очень большая роль, играет большую роль. Так, когда приедет муж сюда, в Чувашию? Что он знает о Чувашии уже? Он знает, где находятся Чебоксары, он знает, что есть чувашский язык, похож на турецкий. Я ему отправила сейчас видео, засняла все танцы, детей, как говорят на чувашском языке. Я ему сейчас все видео отправила, он посмотрел. Он часто смотрит сайты, фотографии Чебоксары, Чувашии. Общается, пытается говорить с моей мамой, правда, на русском, не на чувашском. Ну, это очень интересно. Ну, теперь самый главный вопрос будет. Вот ты пожила в Германии, увидела европейскую культуру, традиции с точки зрения отношения к своей культуре, к сохранению, умению ее не закапывать традиционализм, а умение работать в ней на современном уровне. То есть они не только традиционные платья умеют делать, но они эффективно используют элементы тысячелетней вышивки, чего-то прошлого, легко используют их в современности. Ну, это, наверное, уже сам за тебя начинает отвечать. Вот с твоей колокольни теперь, вот этого опыта проживания в Европе, вот что бы ты увидела, что бы ты сказала, что бы ты пожелала в Чувашии, что нужно изменять? Я скажу, что не нужно изменять эту традицию, естественно, не забывать, развиваться. Я думаю, что все-таки больше системности организации не хватает. Тогда будет все функционировать. Но это я сужу по Германии, потому что все основано системе, на организации, на контроле. А вот внутренние скрепы, скажем так, есть ли у людей, вот там в Европе, хоть от мала до велика, там нет вот этих предубеждений, они не думают, правильно я сделал, неправильно сделал, они вот, у них открытая душа, да, если так можно сказать. Они делают, они просто делают. Они долго не думают, они подумают, естественно, но нет в них таких предубеждений. Они делают. Вот это для нас полезный урок вот это, начать не ковыряться в себе, а прекратить ковыряться в себе, находить тысячу одну причину, еще каких-то, почему мы не делаем. А вот пойти и вот делать. Вот девчонки там сделали театральную постановку, круто же. Конечно. Но они не понимают где-то внутреннее, что они сделали. Они все равно уходят куда-то там в традиционализм, но им нужно развивать. Почему бы на Шекспир или там, я не знаю, на РСП не замахнуться? И это было бы на самом деле круто, да? Согласна. Я теперь понимаю, на каком уровне, именно на внутреннем, на человеческом, на психологическом уровне. Я думаю, что, наверное, Чувашии многим людям нужно перестать, как это называется, не то что предубеждения, а слишком много не надо вкопаться в голове, не надо думать о том, что про тебя скажут. Да, это немножко нужно, но не слишком много. И просто развиваться самому и дело делать. Вот это основное. Чему я, например, научилась в Европе. И не думать о том, а что же мне там скажут, а что такое я делаю. Вот это не хватает здесь. Я согласна на этом уровне. Я знаю, что я делаю. Я знаю.